всем привет вы на канале будни автовушкаря погнали обещаю вам из крылечка со своего участка как раз та самая метель жители питера и подмосковья знают о чем я говорю скажем так апрель апрельский снегопад ладно что значит несу что в этом видео в этом видео будет много чего в этом видео мы попилим деревья в этом видео по работа на самосвале в этом видео на своем на своем участке я протестирую затея с газоном то есть мы закопаем летний водопровод мы посадим газон на траву а тестирую вообще при каточной все эти истории как это получается ну а вы оцените так сказать все на все для вас все ради вас присаживайтесь поудобнее чаек кофеек и два момента первое не забудьте подписаться потому что 70 процентов да больше там смотрят без подписки а youtube у нас не монетизированы стараясь для вас ради вас как бы да там я монтажер тратим время хотелось бы вот хотя бы увидеть что труды они интересны кому-то вот но и не забывайте про телегу в телегу всегда залетает то что сюда приходит либо с большим опозданием либо вообще не приходят ссылочка будет в описании все наболтал и так погнали парня приветствую всех категорически так после дождя жалко не передает телефон как это классно запах такой леса после дождя ладно но это все нарушает шум какой-то шум значит что у нас сегодня нас сегодня большой шиномонтаж значит этот диск старый диск кто помнит эту историю я его давно поставил и испортил себе колесо покрышку она мне постепенно съела значит открыла авито начал везде лазить а вторая покрышка там появилась трещина продольная открыла авито просто урывал просто урывал вот эти колеса значит на самом деле да она все треснуто но это колеса по цене дисков даже дешевле чем цена дисков потому что она новой 30 это 40 камера 8 до этого практически 80 соответственно на авито 10 12 15 это диск у камера кто что-то дораст и покрышки там грубо говоря от десятки это два колеса купил за 7000 каждый 7000 каждая поэтому сейчас кому делом у нас большой шиномонтаж эту шину ставим туда сюда ставим целое колесо и получаем по итогу по итогу получаем снова на ходу экскаватор и еще соберем у нас остается колесо на запас как-то так все трудимся ну что наш день формула-1 замена скоростная колес продолжается значит старый диск сняли качаем один качаем новый ну а старый диск в общем что было но даже матерые машинисты трактористы это все знают я был не в курсе он взял я вот этот диск сейчас видите так когда покупал конечно этого не было но уже такой жизнь видел соответственно покрышка была новая вот он отходил сколько отходила потом начал рвать не корт здесь пошла шишка вот и все поэтому свое отработал не знаю поставлю на авито по цене металлолома кому-нибудь на запаску на пропашной трактор переварят если покатается для новой тридцатка парня веду репортаж из теплицы значит что у нас происходит мы укладываем водопровод причем еще буквально два часа назад была температура там 16-18 градусов теперь я в шапке вот такой интересный сегодня день обещают падение температуры 16 до минус 4 у нас как раз была техническая пауза связанная там вот мтз так бывает поэтому во время про минуту в минуту закончили починились и дальше копаем мы уже трубу трубу пробросили как хотели все завели здесь у меня бочка и вот так провели 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 в принципе очень вовремя сделали сейчас мы там особо не нужны поэтому чтоб зря не мог мы стоим пока здесь а если что-то поправить юра нас позовет что парни думаете купил экскаватор и все сидишь в офисе бабоса считаешь а вот нифига с ребятами со своими в дождь морозь в таком вот прикидонья работаешь так же как все в сапогах колоссах также как все игры погода просто какая-то чокнется 16 градусов тепла было сейчас я чувствую плюс 5 наверно плюс 7 и будет резко холодать на благо юра уже заканчивает осталось там ему минут 10 хотели пораньше это все сделать лопнул тросик который на гидравлику идет на распределитель пока поменяли вроде там потеряли ну час пока за ним съездили редко такая поломка не знаю раз полгода происходит и как раз вот этот час у нас раз и все и дочь пошел под насколько это похолодание неизвестно о так сделал и забыл просто каждый год . вода у меня там и со шлангами бегаешь сюда в кубик полить шланг он у меня длинный висит грядки со шлангом ту и со шлангом все со шлангом технику помыть но вы помните старые видео точно также протягиваю а сейчас вам двадцать пяточку закатали спокойно двадцать пяточку заложили там что-то она стоит 33 рубля метр на озоне ну по деньгам на пускай там 3000 рублей бухта 100 метров вот вместо метров хватило раз за дом назад и все это с учетом что еще точки ввода делал то есть сюда присоединил коротенький шланг надо полил вот эти там фикусы или что тут туй надо полил и все соответственно потом еще сделаю здесь еще одна теплица будет и автополив то есть он будет выходить ну вот уже другая история не не бог на себя какой огородник огород если бы мне кто-то сказал такие вещи будут привлекать лет года три даже назад я от наверно не поверила сейчас вот так не тянем воду гаражу здесь будет гараж чтобы сразу можно было машину помыть вода в принципе была уже там потому что потом плитка шмидка за езды засыпал жену чтобы не копаться так сайте температура падает на собаку смотришь у меня уже пар изо рта а мы уже практически закончили вот водопровода все наверно скажет это все большие струны поставить на счету такого бы сделать не так делать на больнице как бы да я все же в городе вот такого не делал ни разу знаете такое вообще мероприятие взять весь участок у них там половину а потом еще одна половина вот так вот перекопать лопатичку я так этого не хотел делать так не хотел сделать вот это знаете как есть пословица надо есть лягушку с утра вот я ее съел только не с утра сначала строительного сезона чтобы потом уже выровнять где надо подсыпать и уже не копать не контовать ничего такого здесь не делать пусть это все уляжется засыпется потом козорчик надо пересеять как бы это не проблема но великое дело провести воду и уйти от всех этих историй бесконечными шлангами там газетками потому что вот так вот допустим да керкер протянуть это же не только вода это еще и электричество с ним бегать очень и другие силы вот такие и бывают да в квартире жить попроще но считайте это инвестицией да и потом когда своя техника это все-таки попроще ну и ответа хочется сказать за ребят конечно молодцы не скажешь вот а вот а вот по нашим меркам это уже очень плохо но никто не рабочит никто не жалуется делаем делаем все так без всяких делов пора вешать свою красоту это наше здание где мы тусуем сейчас ну вот баннер повесим под растянем его красивенько сделаем или будет красота вот парни завода следующее вот она дорога идет вот как она входит там кольцо и выходит сюда получается вот такой голукруг все еще маленькая реклама слава ли кому сдадится кто-то захочет жить на краю с шикарного соснового леса 50 километрах от города сколько тут метров 200 до большой реки тут нормально на лодке там на катере кататься вот поедем посмотрим как наш малыш крутится в нашем маленьком семейном подряде причем такая погода вчера было холодно а сегодня уже ох, хорошо ладно, чин на нашем вездеходе все в дом, все в дом, а это я продолжается наш семейный движ значит такси назовем его семейный объект значит, экскаватор у нас уже вон дорога вот так прокопана и она должна финишировать в этих березах значит, все эти участки продаются я уже об этом говорил они вот так вот поделены вот так вот поделены и вот линия дороги с той стороны тоже вот так вот поделены вот на Тайфове еще лес а, ну и земля сами видите, песок это песок, это не глина там, может, вы видели, когда я себе тут трубу закапывал а что я здесь делаю я, собственно, подключаю вот эти все истории да, может, кому-то это скучно и совсем к бизнесу относится но у нас же будня автошкаля а будня вон они такие там березовый сок стоит у нас о, значит конечно, да, очень классно, когда техника своя отец это делает соответственно, ну, чего там он платит зарплату машинисту и заправляет трактор все а ребята уже вон Алик там дробит измельчает и Юра копает так что дело, так сказать, семейное кому интересно пишите расскажу чего почем где находится приехать, посмотреть может быть, прикупить участок может, кто-то захочет жить в городе курорт старая Руса ну, рядом с ним продолжаем огородный движ короче, у меня тут прошел синий крот прокопал мне вот так вот все вот так потому что каждый год когда мы деревья поливаем в жару приходится этим маршрутом таскать постоянно а теперь двадцатьяка труба внизу двадцатки вот такие наверху и все против каждого дерева потом кран распилитель и будет кран сакта занимаемся парни всем доброе утро добрейшее категорическое утро значит, что у нас по итогу раз, два, три березы заказчик скрылся вот автовышка которая это все будет корнать так сказать измельчитель который будет измельчать сам микроавтобус в котором все снаряжение которое нам понадобится и попозже будет самосвал который нам все это увезет все приступаем к работе а ты поставь лайк хорошо отлаженный процесс в корректировках не нуждается значит, все как обычно Настя у своего аппарата она измельчает Аля пилит Юра крыжует и подтаскивает все все шустро все четко все как мы любим ну все полтора часа времени березок нет догружаем самосвальчик наш трудяга молочага все хорошо там лужица под ним но это не его это ее тормозной тормозной шланжик лопнул благо в городе все меняем и гоним дальше на сегодня еще один заказик еще одна заявочка ну и как всегда под Настей заканчиваем нашу работу аккуратненько быстренько чистенько все как любим мы все как любят наши заказчики поэтому это они нам и платят и еще один заказик на сегодня значит это тот же день когда мы сделали березки надо разобрать вот эту осинку ничего особо сложного нету ну и немножко проводов немножко дома немножко забора всего понемножку но мы же кабаны главный кабан Алик вот он и занимается и как всегда под Настину дубку мы все убираем расчищаем заканчиваем ну быстро быстро все говорит ну овец Алик наплатыкивается потихоньку парни вот прям супер коровка там все ништяки на все лето затарка если бы у меня жена знала сколько это стоило я бы жил в этой коробке я же тот хитрец и так и так и так поехали что у нас стилевская толсточка кепка бобри это оператор стилевская или футболка это два добора вот ботовочка штанишки почти львовские на повседневочку это колонка а это не помню мы сейчас посмотрим о фиксатор я на так посмотрим что это баечка толсточка киберспорт штилевская нож ну это так одевается по дверям ползать ветки пили штилевская футболочка штиль снова футболочка и опять футболочка штиль и снова футболочка штиль и самое главное то без чего я жить не мог это рюкзак штиль он мне очень нужен все вы бы видели лицо оператор парни всем добрейшего утречка вещаю вам из жемчужины наши старые русы из курорта значит здесь идут приготовления к открытии сезона хотя здесь плотность такая людей что сезон особо не заканчивается ладно суть суть такая водоверевочный парк есть такие сухие ветки и как бы чтобы люди не переживали никто не переживал безопасность прижимы больше всего часть из них надо удалить чем мы сейчас и займемся вот алик на вышке я высоторез снаряжение без вышки и будем заниматься сейчас с этой историей все ты присядь поудобнее подпишись на канал а я погнал а где же наша вышка оп 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 вот она наша вышка где она прячется вот она прячется пока глазки торчат погода только-только держится зараза я от волнения не успел снять как мы выезжали очень такой крутой диагональный перекос переезд мы там воткнулись задними лапами в землю было никак короче такая история проблемная выезжали задом здесь уже заехали передом пойдем ходом продавили немножко канаву ну алик подрастерялся и остановился там посередине но выехали выехали да и выйдем заехали и выйдем тем более ходом наберем что хочу сказать дизель решает вот крутящий момент конечно здесь решает очень сильно потому что бензинки просто бы его не хватило не хватило да кто-то скажет глад ее загнал а что тут загонять тут да канавка как бы немножко сырая так земля хорошая нормальная обещали дождик но он знаете где-то крутит 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 покапает покапает но погодка держится вот дело в том что здесь работа такая комплексная все что не сделает алекс корзины придется делать мне с веревки ну понимаете да на петлях залезть либо пройти дорожку тут где-то вот это все ну долго нудно а у нас фикс прайс поэтому в любом случае как бы упрощаем себе работу поэтому он сейчас начнет вот это все обрезать в радиусе выдвигаться ближе сюда к выезду и в какой-то момент уже да перейдем в лестницу высотарез веревки парни хотите деревенский лайфхак зачем покупать вышку 18 метров ой 22 метра если можно купить вышку 18 метров и купить высотарез который еще там 4-4 с половиной вот и все ну просто не везде дотягиваемся 20 раз переставляться не хочется а это нам очень упростить вот такие дела вообще вспоминаю когда только начинал да старый 180-й штилек у отца который попросил это даже не мой был и 361-я пила тоже отцовская даже не мое не было не было этого всего и как-то работал а сейчас оборачиваясь назад я бы наверное не вписывался потому что надо столько снаряжения чтобы все было четенько-четенько ну поэтому за это тебя и заказчики и ценят что без проволочек без волокит и все что надо у тебя все под руками все есть ладно работаем в començах в отца 5-й штоп-5-й 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 штоп-7-й штоп-7-âрттттттттттттттттт Продолжение следует... Продолжение следует... Желающие могут покормить в курорте белочек. Приезжайте, покормите, внесете в свой вклад. Настя на первые шаги решила прийти к высотным работам. Вот, молодец, девчуля. Алику просто неудобно ей держать и крутить одновременно. Погнали, но... Кстати, про... Кстати, про белочек. Они приехали, их взяли в Алтайском крае. Потом они, я так понял, в Ростов, с Ростова в Москву. В общем, сейчас, секунду. В общем, такие белки-летяги по всей России. И теперь они добрались сюда. Как будто своих белок нет. Тащик решил контент заснять эксклюзивный. Говорит, можно залезу там? Поснимаю, пофоткаю. Говорит, ну, может, еще какие проблемы. О, полез. Оказалось, все просто. Со стороны бегаешь. А когда ползаешь, не так просто. Ну, ничего, человек старается. Хочет. Оп, все. Ладно, в отдельные деньги. Мы его спустим красиво. Но в отдельные деньги. Блин, хорошо здесь в курорте. Очень хорошо. Тихо, спокойно. Автоучка, конечно, пованивает. Но это я уже придираюсь, потому что здесь, ну, адово чистый воздух. Вот прям, как где я живу, на краю соснового леса, тоже прям красота. И эти вещи, да. Эти вещи их, скажем так. Ну, как деньгами посчитаешь то, что живешь на свежем воздухе? Вот как? Ну, никак. То, что ты там пьешь чистую воду из своей скважины. То, что ты там дышишь чистым воздухом. У тебя нету стрессов столько. Да, стресса есть организационная по работе. Но все равно по сравнению с Питером. Знаете, когда я сюда уезжал, я думал, 15 лет в Питере прожил. Что я здесь буду делать? Как я буду? Слушайте, а так кайфую. Вот так кайфую. Какие-то радости. Вкус жизни появился, да. Какие-то радости стали проще, которые я их не видел, не обращал внимания. Как-то, ну, интересно. Интересно. Ты жизнь начинаешь ощущать, видеть, ценить. А не, знаете, вот эта погоня как бы за деньгами. Деньгами, то есть, постоянно там пробки, 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 стресс. То есть, ну, да. Оно того стоило. Между тем, наш заказчик уже в корзине в люльке. Да. Они должны быть пристегнуты. В касках. Ох, еще чего-то. Но будем считать, что я этого не видел. Я этого не видел. В конце концов, у них сейчас никаких пилильных работ нет. Вот. Ладно. И погода. Погода дает нам работать сегодня. Вот тучи так проходили. Так проходили. И прогноз погоды дождь на целый день. Мы уже решили, что сделаем. Вот, сделаем. Не, все-таки я очень круто, значит, высотореза замутил. Жалко было денег. Отдавал, что-то, тридцатый, что-то, что-то такое. Но, по крайней мере, если бы не высоторез, сколько мне надо было делать? Лезть? Лезть. Только лезть по-другому никак. Да, это некайфовый стилевский, который там... Видите, почему у Алика сейчас так медленно? Угол наклона не меняется. Пилища части. И сама ветка чуть-чуть в распорку стоит. Ну, потихонечку допилят. А вот, представь-то, не было бы. И причем я еще такой, один из самых длинных брал. Поэтому очень козырная вещь. Нужен раз в сто лет. Но, скажем так, если уже он нужен, то нужен. Незаменимая вещь. Пилу можно заменить там, а высоторез нельзя. Вот, занимаемся дальше. Начинается дождик, все-таки. Но начинается на последних, скажем так, минутах нашей работы. Уже заканчиваем. Крайняя, скажем так, точка. Ну, высота небольшая, уже все нормально. Поэтому весь парк прошли, да. Где-то с лыжкой, где-то да, где-то сяк, где-то лезли. Где-то высоторезом. Но дело сделано. Так что все готово. Вот так мы сегодня потрудились. Такие у нас успехи. Так что поставь лайкос, поддержи канал. Своим лайком, бесценным. Для вас стараюсь, для вас снимаюсь. Вообще, как-то, знаете, смотрю статистику. 75% смотрят без подписки. Ну, надеюсь, интересно хотя бы. Но подпишитесь, мне приятно. Это, знаете, весь YouTube, он на чистом альтруизме. Он денег вообще сейчас никаких не приносит. Ну, по крайней мере, не с моим количеством подписок. Вот, так что просто все на энтузиазме. Все только для вас, ради вас. Поэтому вы уж подпишитесь. Вот, ладно. Врубаемся в следующую работу. Ну что, целая делегация была. Когда открывали... Сейчас собрались открывать белочку. Вот, целая делегация, весь курорт. Все в ожидании. Но это такое событие, потому что... Вот, все смотрят, выйдет белочка или нет. Знаете, как в Штатах этот, сурок. Или кто там выходит после спячки. Такие вот дела. Погода хорошая, погода отличная. Сегодня ездим, смотрим объекты. Поэтому сегодня без сказки. Парни, всем привет, доброе утро. Значит, сегодня интересный день, интересная работа. Трактор прогревается. Фреза привезена, брошена. Валик, ролик тоже рядом. Что мы будем сегодня делать? Мы будем сажать у меня газон. Значит, вы видели, не знаю, это будет в этом ролике. Или в предыдущем, как мы здесь все это перекапывали. Разнесли, разбомбили. Видите, остаются такие следы. Дерн весь перемешался. И чтобы была трава красивая, будем сажать в газон. Прикатывать, разравнивать и засаживать. Вот. Такая вот будет история. Нас сегодня будет трое. Я, Настя, Алик. Что-то сделаем лопатой, где большие перепады. А остальное уже будем все дорабатывать, добивать. Все. Переодеваемся, берем перчатки и погнали. Значит, процесс выглядит следующим образом. У меня на коне. Настя тоже на коне. Семь газон. И получается вот такая новая площадочка. Поэтому сейчас выбираем траекторию. И долго-нодо отключаем две сейчас. А вот так процесс происходит от третьего лица. Наш наездик Настя. Наш ножурабик. Все. Вот такая красота. Такая красота. Ровненько, красивенько. А это потом сейчас всегда немножко встанет и крабельками. О, сейчас Алика немножко настажируем. Все это истории. И мне не надо будет кататься с ним постоянно. Растегнулся и поехал. А у нас, знаете, сколько народу делало это под Старая Руссия? Я вам скажу, сколько. Нисколько не сделает. Только я. Вот. Очень долго расчеты велись по валику, по земле, по вот этой. Да, то есть по глубине. Ну, пробуем, пробуем. Потому что перед тем, как люди выходят, надо потренироваться на себе. Считаю, получается, очень достойно. Вот эти буртики сейчас. Земля просто, видите, она еще получается. Оп, след остается. Не глубокий совсем, но видно. Она сейчас денечек постоит. Потом дети пробегут грабельками так, проравняют и все. Ну и представься, да, как было, когда экскаватор тут все это перерыл. Какой пердомонокол. И сейчас как классненько ровненько. Потом вот так возьмем на чистовой. Ну, что говорить. Круто, круто. Мне нравится. Кстати, отпишитесь в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Что, кому есть чем поделиться. Там, опытом каким-то, да, или мнением. Что по-вашему делаем правильно, что по-вашему делаем неправильно. Чтобы кто лучше дополнил. Ирина, ну смотри. К разговору по курорту. По этому самому. По за символ газона. Вот. Было вот так вот. Стало вот так вот. То есть устроит ли тебя такое качество. Вот. Ну, соответственно, вот эти бороздки. Потом грабельками пройти. И все. То есть вот такая земля до. Плотненькая такая. Вот такая до. И вот такая вот гладенькая после. Время идет рабочее. У нас уже, наверное, где-то час дня. А может два. И вот такая красота получается. Очень здорово. Очень круто. Да, если брать нивелир, то есть перепады. Надо их устранять. Но у меня задача стояла в принципе такую красоту навести. Хотя бы в черновом варианте. Потому что здесь где-то еще дорожка будет. Где-то то. Где-то все будет отсыпаться, меняться, планироваться. Вот. Но внешний вид на текущий момент я считаю достойный. Целая история с подливом еще будет. Но поэтому уже, скажем так, к этому мы готовы. Вон три вертушки. Шланг. Точка ввода раз воды, точка там два, точка три. Сейчас уже с такой дистанцией шлангов бегать не надо будет. Доброе утро, парни. Утро, конечно, ветренное. Ветренное утречко. Вчера только нам газончик мы посадили. Мне. Вот. Поэтому, ох, с погодкой угадали. С погодкой угадали. Ну что, как всегда по доброй традиции. Ну практически, да, как всегда. Утро начинается с измельчителя. У нас уже платиновая, переплатиновая карта. У нашего научного сотрудника, который нам это все точит, дело. Потому что измельчитель не стоит. Ладно, гоним дальше, гоним дальше. Это еще не все. Вышку работать отправили. По экскаватору. Так а что по экскаватору, господа? Угадайте, что делает экскаватор. Вот я уверен, что постоянные подписчики канала угадают без проблем. Экскаватор, конечно же, в ремонте. Где ему еще быть? Мне уже даже не грустно. Мне уже даже не грустно. Экскаватор, конечно, в ремонте. Единственное, знаете, вот у человека там сколько там? 200 костей, 300 костей, да? Я не знаю, сколько запчастей у экскаватора. Но, блядь, вот мы куда только не лазили. Вот куда только не лазили. Вообще куда только не лазим. Не, куда не лазим. Не буду говорить куда, потому что, чувствую, будет ремонт. Вот. А так, что там сегодня? Сегодня рулевая тяга, которая была вареная, переваренная. Она себя стала плохо чувствовать. Выяснилось, что разбиты все наконечники. Плюс мы решаем вопрос, откуда у нас добавляется уровень в масле. И такое ощущение, что перепускает насос Н-шашный, который идет на усилители руля. Поэтому мы накинули туда сальники новые, разобрали Н-шашку, поставили ремкомплект. Юра сейчас устанавливает, накинули его назад. Проверим. Скорее всего, оно. Не тасол точно, тасол на месте. Либо топливо, либо гидроусилитель. Третьего не дано. Ну, соответственно, раз уж сняли бортовую, там тоже всякие сальники. Шмальники, короче. Пошло-поехало. Как обычно, поэтому вот и получается. День работаем. Два работаем, день в ремонте. Но, я говорю, еще повторно в одни и те же места не лазили. Я надеюсь, когда-нибудь это закончится. Но, проводя аналогию с техникой моего коллеги Вани из Мурманска, канала Мир спецтехники. Ваня, привет. У него такая же история с КАМАЗом. Я понимаю, знаете, когда это закончится? Внимание, никогда. Либо я его продам. Но продавать я не хочу. Такой задачи у меня нет. Потому что он мне нужен для моих личных целей. Я его минимально отдаю на аренду. Вот просто минимально на сухую. Держу его для себя. Ладно. Все. Что-то заболтался. Гоним дальше. Вот наша дробилочка и заканчивает свою рабочую деятельность на сегодня. Вот я уже отвернулся, чтобы опилки не на стекло не летели. Быстро, четко. Анастасия Юрьевна. Практически все всегда под контролем. Все сейчас ребята заканчивают. Разворачиваем. Перестегиваемся. И едем. Вот такой вот долгий получился видосик. Спасибо, что досмотрели. Набрались терпения. Это все осилили. Поделитесь в комментариях впечатлениями вообще. Что по поводу посадки газона. Что бы вы может быть изменили, поменяли, улучшили, углубили. Или наоборот все понравилось. И соответственно, если вдруг кто-то мечтает, хочет переехать между Питером и Москвой. К городу Старая Руссо. В экологически, так сказать, чистый район. Город. Город-курорт. И жить спокойно в гармонии с природой. Вот за этим забором. Пишите в комментариях. Или в телеге. Я дам связь по стоимости участков. Все. Всем жирных заказов. Всем хорошего сезона. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.